Привет-привет, добро пожаловать в игру The Sims 4! И сегодня у нас будет кое-что очень интересненькое. Сегодня мы попробуем построить домик, идею которого мне подсказали на прошлом стриме по Sims 4. Несколько недель назад в комментариях я увидела очень интересное предложение, которое мне показалось действительно необычным, я такого раньше никогда не делала, и сегодня попробую реализовать эту самую идею. Итак, на последнем стриме мне рассказали о том, что, оказывается, можно с помощью специального кода строить в закрытых локациях. Закрытые локации, например, Таинственная пещера, ну, в принципе, мы ее так называем Таинственная пещера, это грот, который доступен в Оазиспрингс при прокачке. Механики до 10 уровня, если я не ошибаюсь, также у нас из Таинственных локаций есть локация, получается, Другая планета, у нас есть локация в Дереве волшебную такую, там можно, кстати, попробовать построить какой-нибудь домик фей, хотя домик фей мы уже, в принципе, строили, но можно попробовать какой-нибудь тоже интересненький домик, такой вот волшебный, построить. И также есть локация в Gravity Falls, там тоже можно было попробовать построить какой-нибудь домик. В общем, это закрытые локации, если интересно, у меня есть на канале отдельный ролик, как попасть в эти закрытые локации, Таинственные локации, тем более, что вот этот грот у нас часто фигурирует в Челленджу остров, и он прям спасение наше получается, потому что туда наша Алиша может бегать и добывать какие-то интересные продукты, например, для готовки. Но сегодня я решила попробовать построить именно вот в этом гротике, и какая мне сразу же пришла идея, так как это таинственная заброшенная волшебная пещера, но я ее буду так назвать именно конкретно в этом проекте, мне почему-то кажется, что здесь вот возле этого озера подземного могла бы жить какая-нибудь ведьма. Поэтому сегодня мы строим домик для ведьмы. И эту самую ведьму я решила создать немножечко необычной, не просто как персонаж, ну, то есть как сим обычный, а как вампир, то есть она может обращаться, то есть вроде бы вот как в сказках раньше были такие вот милые девушки, такие вот они все красивые, а там снимет какое-нибудь, не знаю, колечко или сережку и превращается в стрёмную страшную ведьму с какой-нибудь бородавкой, с каким-нибудь там, не знаю, фурункулом или еще чем-то. Поэтому я решила, что можно попробовать создать такого персонажа, то есть сначала я создала эту барышню, она молодая, но ей же нужно где-то жить. Тут, кстати, офигенный вид открывается из этого домика, и, честно говоря, я бы сама, наверное, в таком домике жила, хотя, учитывая, что он как бы не очень новый, учитывая, что это для ведьмы как бы дом, да, здесь есть какая-никакая техника, потому что все-таки в 74 прям уж без техники особо-то не обойдешься. Но в любом случае, этот домик я постаралась деть вот такой вот как в сказках каких-то старинных. Вообще мне идея этого дома, вот ее, его, ее, его внешнее убранство мне пришло в голову абсолютно совершенно спонтанно. Я не смотрела перед записью какие-то там фотографии, не лазила вот, например, там в Инстаграме или еще где-то, хотя я не представляю, как можно найти домик ведьмы в Инстаграме, ну ладно, это не важно. Не, почему-то он вот таким вот нарисовался, вот таким вот маленьким. Да, тут локация открывается маленькая, по-моему, 20 на 15. Но в целом я хочу сказать, что, на мой взгляд, такого вот, такой вот локации, такого вот размера хватит вполне себе с головой. Я думала сначала здесь вообще расставить какие-нибудь совсем старые предметы, то есть что-то совсем такое вот либо полуразрушенное, но я потом решила, что ведьму будет все-таки жалко, хочется, чтобы она как-то жила нормально, как все люди. Ведьма жила, как все люди. Это интересно звучит, поэтому я решила, что предметы здесь будут более-менее новенькие. И да, я строила этот дом без дополнительных материалов. Я же строила его без дополнительных материалов, я надеюсь. А то этот проект я делала где-то, ну, наверное, неделю назад построила его, потому что я очень люблю, когда мне вот приходит какая-то идея в голову, я очень люблю ее сразу реализовать, вот очень хочется сразу попробовать сделать. Поэтому практически в тот же день я села за постройку этого домика. Он ждал, он ждал, когда я его выложу, и я его выкладываю. Я знаю, что у нас сейчас достаточно часто выходят постройки, но вот так оно, как обычно, все наслоилось, поэтому впереди будет очень-очень много постройок, различных интересных домиков. Будут и создания персонажей, и домики. И, кстати, да, раз мы уже пошли по строению, будет новый дом для ста детей. Сразу вот такой вот маленький спойлер. Новый дом для ста детей мне очень нравится. Я, честно говоря, не знаю, буду ли я из него переезжать, но он мне очень нравится, он очень удобный, но лично для меня. Поэтому надолго в нем останемся. Также, конечно, будет японский дом. Ребята просили, чтобы я начала рубрику постройки домов по разным странам. И я решила попробовать построить, ну, начать, в принципе, постройку с японского домика, потому что часто в комментариях просят меня вот японские домики. Я нашла в интернете по запросу Japanese House, по-моему, как-то так, или Modern Japanese House. Я нашла обалденный план, который мне очень понравился. Но это, опять-таки, это был сугубо план. То есть какое-то внешнее убранство я, конечно же, использовала свое, свою мебель, то, что мне было доступно в игре. Но он мне очень понравился. И, честно говоря, я бы эту планировку могла бы использовать вообще в любых проектах, потому что она абсолютно универсальная. Она очень прикольная, она очень красивая, поэтому надеюсь, что понравится. Вот тут был достаточно такой вот геморройчик с расположением предметов, потому что все-таки так как это ведьма, я хотела, чтобы у нее был и котелок, и какие-то там украшения, и что-нибудь еще. А так как дом получился очень маленький, действительно очень маленький, то пришлось все двигать туда-сюда, туда-сюда перемещать, и очень многое ушло за кадром, потому что осталось за кадром, потому что, ну, вот действительно не все вмещалось. И я всегда люблю, чтобы совпадали у нас цвета, то есть чтобы у нас мебель сюда, вот если она коричневая, там вот с розоватым оттенком, чтобы она оставалась мебелью с розоватым оттенком. Мне кажется, что это как-то вот уютненько выглядит. Часть мебели я брала, конечно же, из набора, как он назывался, хэллоуинский, да? Жуткие вещи, жуткие вещи, и вот для вот подобных домиков он просто идеально подходит. И я решила также, кстати, вот по поводу ванной, идеально подошла ванная Стрэнджервилля, вот просто-просто шикарная. Нужна же была небольшая такая вот ванна, в которой, как бы, ну, которая не выглядит современной, потому что если поставить какую-нибудь супер-пупер-мега-накрученную душевую кабину, это будет как-то дико смотреться, поэтому я решила вот так вот поставить. И, кстати, туалет деревянный, туалет деревянный, да-да-да, еще один важный момент, то, что я использовала для этого домика, это режим отладки. Режим отладки — это наше все при таких вот постройках, потому что в режиме отладки можно было найти кристаллы, то есть не отправлять нашу ведьму на поиски этих кристаллов, не тратить ее время и ваше время, а можно было просто использовать режим отладки и взять в нем в этом режиме и кристаллы, и вот эти все деревянные туалеты, в общем, все, что нужно нам, мы могли оттуда взять. Ну и, конечно, понятное дело, что у нее должна быть хоть какая-то спальня, где-то же она спать должна. Вообще, мне, вот когда я этот дом продумывала, я, к сожалению, не знала размер этого домика, точнее, локации, которая у нас будет, я думала, что локация будет чуть-чуть побольше, поэтому я немножечко тут не рассчитала дворик, тут дворика, в принципе, как такового нет, не получился этот самый дворик, я очень хотела сделать отдельно именно что двор, чтобы на этом дворике были какие-нибудь там, не знаю, какие-то ее предметы, может быть, сушка какая-нибудь, еще что-нибудь, кстати, вот тут у нее возле кровати, я решила взять такой, типа, мини-алтарь, то есть, может быть, она там какие-то свои ритуалы проводит, или еще что-нибудь интересное, какие-то свои старинные книги хранит. Я всегда рекомендую пользоваться режимом отладки, потому что он капец какой полезный, то есть, там вот такие вот старинные книги, какие-то предметы можно взять, каких-нибудь мотыльков, бабочек и так далее, для каких-то ритуалов. Ну и, конечно же, вот это был небольшой просчет такой, небольшой такой вот просчетец, здесь не хватает каких-то старинных, ну, не старинных, а старых деревьев. То есть, мне кажется, что здесь было бы классно разместить что-нибудь, типа, старых коряг, что-нибудь такое, но, к сожалению, к сожалению, как говорится, день рождения только раз в году, и все эти предметы просто здесь бы не стали. То есть, если разместить возле дома огромное дерево, то оно как-то все потеряется. Возвращаясь к тем же постройкам и, кстати, к тем же новым проектам Харли Джокер. Да, да, да. В «Папиных дочках» я решила, что будет главный герой, это именно что Харли и Джокер. Ну, мне кажется, что это было бы достаточно интересно, во-первых, посмотреть на их дочерей, какими бы они получились, и сделать их действительно... То есть, я думаю, что девочки вырастут под стать сериалу «Папиные дочки». То есть, вот с тем же характером у нас будут девчонки, будет одна красавица, одна будет такая неформалка. Я не говорю, что я буду создавать клоны прям вот, прям вот клон-клон, может быть, неформалка, она будет, там, не знаю, может быть, она будет рэп-исполнительницей, или какой-нибудь, там, не знаю, рокершей, или еще каким-нибудь... То есть, посмотрим, как оно там будет. Будет обязательно одна девочка такая вот заучка немножко, одна будет любительница спорта, и одна просто маленькая и няшная. Все это обязательно будет, я уже готовлю этот проект, и, честно говоря, начало уже интересное, начало уже интригует. Я уже попробовала записать одну серию, и Харли и Джокер, это просто бомба. Это просто классные персонажи. Честно говоря, за ними я очень соскучилась. Как-то да, я понимаю, что у нас просто выходило очень много проектов, и надо было, вот я уже говорила, чтобы что-то одно закончилось, и тогда можно было приступать к следующему. Так как мы закончили прошлые проекты, то можно было уже смело приступать. Слушай, а мне кажется, не многовато ли паутины тебе, дорогая ведьма? Как-то у нее все такое заросшее, но я решила, что пусть будет заросшее. Пусть будет такое вот все какое-то ветхое немножко. То есть, с одной стороны, это вроде бы такой вот ветхий дом, но с другой стороны, здесь жить вполне себе можно. То есть, если поиграть эту дамочку, то можно было бы за нее поиграть. Почему-то у меня сразу ассоциация с какой-то вот такой вот ведьмой из старых сказок, типа как у братьев Гримм. Там вот примерно такие же ведьмы были, такие вот жутковатые. Ей не хватает немножко камина, но понимаете ли, и здесь как бы камин некуда было ставить. Чтобы ей разместить камин, ей нужно было реально место. Ставить что-то современное на одну клеточку, но это как-то было бы не камильфо, согласись. А если делать камин большой, то это надо было бы увеличивать ее дом. А я решила, что все-таки хотя бы минимальный какой-то вот должен быть у нее такой вот задний дворик. Кстати, вот эти коряги, они идут тоже из режима отладки. Правда, они вроде как идут из той вот старой планеты, ну старой, стремной другой планеты, поэтому, ну, немножко странно смотреть, но я решила есть тут немножко всякого такого вот разместить. Может быть, она выращивает какие-нибудь травы. Решила также грибочки добавить, но какая ведьма будет без грибочков? Ей же нужно какие-нибудь зелья варить, а травы и так далее для своих врагов. И, конечно же, какие-то заросли, где-то что-то. Мед. Да, она у нас будет любительница меда. Или, может быть, она их как-то этот мед где-нибудь использует. Я не знаю, но в любом случае дом, действительно, вот если какой-нибудь там, не знаю, любитель приключений решит залезть в эту пещеру, он увидит такой какой-то старый, хотя, может быть, у нее будут какие-то чары, которые будут закрывать этот дом, потому что я думаю, что любой искатель приключений, который вообще полез в такую пещеру и увидел такой вот дом, я думаю, он в любом бы случае хотел бы в него залезть. А тут вот, кстати, что очень удобно, на этой локации, на этой площадке есть какие-то старые ящики, то есть, может быть, где она свои причиндалы хранила, вот это будет просто такая вот отличная локация. Мне кажется, что можно было бы попробовать построить в том же, в той же локации, там, где Крик Кабана, можно было бы попробовать построить какой-нибудь, ну, дом феи, я же говорю, уже строили, можно какой-нибудь дом, если это злой ведьмы, то там можно было бы дом доброй волшебницы какой-нибудь, доброго мага, может быть, мужчина, то женщина, это женщина, а мужчинам же тоже хочется, а тут девушки, девушки. Мне кажется, что у лесника можно было бы попробовать что-то перестроить и, конечно же, что-нибудь футуристичное на другой планете. Но, честно говоря, вот сейчас я вспоминаю Симс-3, там, где есть вот эти все, интересные локации, интересные постройки в будущем. Вот этого не хватает, Симс-4, чтобы построить, конечно же, что-нибудь такое интересненькое. Ну, я надеюсь, что может быть в будущем и это все добавят, и будем летать на другие планеты и жить там, и строить, и никаких проблем, конечно, с этим не будет. Крыша, крыша тут была самая простая, крыша самая удобная, которую можно было себе представить. Ну, а теперь я предлагаю познакомиться с нашей ведьмочкой. Она такая вот рыжая, и она может превращаться превращаться вот в такую вот злюку, стрёмную злюку, злюку ведьмы. Такая вот она, жуткая, конечно, но в любом случае, она живёт в этом доме. Предлагаю сейчас устроить экскурсию. Это, наверное, будет самая короткая экскурсия, хотя нет. У нас же вроде был домик 3х3, 4х4, 5х5, там, наверное, экскурсии были ещё короче. Она будет добывать кристаллы, то есть, поэтому у неё... Какая же красивая эта пещера. Я вот сейчас сижу, смотрю, блин, вот этот цвет, вот это всё, оно такое красивое. Я завидую этой ведьме. Такую красоту видит каждый день. Но здесь всё закрыто камнями, поэтому она видит только вот эти вот лучи. И, значит, здесь мы заходим, заходим, заходим же, да, и попадаем, собственно, в такую вот общую комнату. Здесь у неё гостиная, тут туалет вон там был, а от уточки у неё кухня. В принципе, ей достаточно вот этого места. Я даже могла один стульчик поставить, но я решила, может, к этой ведьме какая-нибудь подружка ещё одна ведьма приходит, поэтому пусть будет два стульчика. Холодильник такой вот простенький. Плита с дровами просто идеально подходит. То есть, она, допустим, эту плиту дровами топит. Здесь какой-нибудь она может проводить ритуал с подружками, не знаю, смотреть, заглядывать в будущее. Здесь можно просто посидеть. Это ванная комната у неё. Сразу скажу, что раковины на кухне, поэтому я не дублировала. Да здесь её поставить просто негде. Туалет, какой-то шкафчик, где она, может, уже какие-то свои причиндалы хранит. И если мы сейчас повернём, 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 ещё раз повернём, мы попадём в спальню. Спальня — это её личное место. Тут вот всякие яйца стоят, какие-то ещё кристаллы. Может, это какая-то её коллекция. Вот волшебная коллекция волшебных предметов. Она ни с кем не делится, никому не показывает. А та та, чтобы, не дай бог, никто сюда не залез. Здесь у неё алтарь небольшой такой, где она проводит какие-нибудь свои магические опыты. Ну, а здесь она переодевается. Это комод. Это понятное дело. Вот. Вот тут алтарь такой вот с книгами старинными, с какими-то уже там семенами, с какими-то цветами, с какими-то там вот тут заросшие. А это, может, такие вот предметы из её прошлого. Допустим, пока она не была ведьмой, здесь какие-то, может, фотографии старые каких-то друзей. Кстати, да, у меня ещё в планах построить квартиру для современной ведьмы. Это всё зачарованное и виноват. Это они меня вдохновили, поэтому это тоже будет. Здесь она может тыквы вырезать. Ну, а тут уточки такой вот задний двор, как я говорила, здесь находится... Она может здесь медок собирать и тут уточки находятся грибы, там, может, какие-то её всякие травы она выращивает. Я не знаю, чем она может здесь заниматься, и я боюсь представить себе, чем она может здесь заниматься. В любом случае, я надеюсь, что тебе понравился этот ролик. И если ты хочешь, хочешь больше постройок, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал. До скорых встреч, хорошего тебе настроения. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова